Доброго здоровья, с вами снова я, и это очередная история с ответами на вопросы о ней. Благодарю, Руслан, за твою деятельность. Всегда очень интересно, а главное, познавательно слушать твои объяснения историй и событий. У меня вера в Бога или кого-то, кто наблюдает и участвует в нашей жизни, случилась тоже по моему запросу. Я вообще вырос в семье не очень верующих в чудеса родителей, особенно отца, и соответственно перенял его веру. Но когда, уехав в другой город на учебу, стала жить отдельно от родителей, то постепенно эта вера рассеивалась. Но я все же не мог себе объяснить, почему нужно верить в Бога или ангелов. Ведь их самих, их работы не видно. Их самих и их работы не видно. Но однажды, по совету моей сотрудницы, на работе я скачал с рабочего сервера один фильм, чтобы посмотреть дома. Так совпало, что в этот вечер я был дома один. Фильм был известный про веру в чудеса и вселенную. Я начал смотреть и не верил тому, что говорят в фильме. Но что-то внутри говорило мне, смотри, верь. Я досмотрел до конца и после окончания фильма я подумал, сейчас очень много развелось всякой ерунды. И это, возможно, очередная. Но я попробую сделать так, как рекомендую сделать в этом фильме. Отбросить все лишнее и подумать очень сильно. И горячим желанием о том, что желаешь. Если сейчас я отброшу все, все, и подумаю ничего, и ничего не произойдет, то больше никогда в своей жизни я не буду реагировать на подобные чудо-фильмы и рассказы. Еще одно совпадение. В этот день было такое, что я заболел. У меня была температура и отзноб. И обычно с таким диагнозом холодной осенью я бы слег на несколько дней в постель для лечения. А попросил я вот что. Вселенная или Бог. Если ты есть, то сделай так, чтобы я завтра утром проснулся и не помнил о вчерашней болезни. Был полностью здоров. Эту мысль и только ее я держал в своей голове. Примерно 30 секунд. После чего она прервалась с телефонным звонком незнакомого номера. Был поздний вечер. И в такое время обычно мне никто не звонит. А еще с незнакомого номера. А еще и с незнакомого номера. Я беру телефон и думаю по ходу дела. Вот это сюрприз. Говорю, алло. А мне отвечают. Антоха, привет. Это сосед твой по улице. Я жил тогда в съемном доме и соседей особо не знал. А он продолжает. Я твой номер телефона взял. Здесь я понимаю, что он мой номер где-то взял, чтобы мне специально позвонить. А он продолжает. Мы тут с соседом баню натопили с травами. Тебя приглашаем прямо сейчас. Баня уже горячая. Приходи. Я через дом живу. После этих его слов я как остолбенел. Весь покрылся мурашками. И на несколько секунд потерял дар речи. Сказал какое-то кое-как. Хорошо. Я сейчас. Положил трубку и некоторое время приходил в себя. Я был приятно удивлен. И шокирован произошедшим. Я сходил в баню. И конечно же утром проснулся полностью здоровый. После этого моя жизнь в корне поменялась. Я утром благодарил всю Вселенную и ту сотрудницу, которая посоветовала мне посмотреть этот фильм. Она не понимала, за что такая благодарность. А я все эти годы понимаю и думаю, что она, наверное, была моим помощником в плане духовного развития. Руслан, если сочтешь мою историю интересной для прочтения в эфире, то не мог бы ты прояснить для меня, а может и для кого-нибудь из слушателей следующие вопросы. Первый. Как это сотрудницы связаны с моей судьбой? Мы были раньше с ней знакомы в прошлых жизнях. Второй. Мои соседи по улице. Почему они позвонили именно мне? Ведь мы виделись с одним из них только один раз. А другого я не знал вовсе. Третий. Это была какая-то спланированная акция? Я остался один дома. Я заболел. Мне посоветовали этот фильм. Эта акция исходила от моего намерения в этой жизни? Или мои высшие я реализовали задуманное заранее? Может, я до этой жизни запланировал еще как? Если есть еще интересные подробности о этой истории, и ты их осветишь, буду благодарен. Ну что ж, попробуем пройтись по вопросам. Как эта сотрудница связана с моей судьбой? Мы были раньше с ней знакомы в прошлых жизнях? Через нее сработали ваше «Я», благодаря вашим намерениям и задачам. По поводу прошлых жизней — это вопрос отдельный. Здесь надо медитировать, чтобы проникнуть в вашу жизнь. И на это уходит несколько минут, как минимум. Если вам это очень интересно, можете взять отдельным заказом или на консультации. Но здесь сработали ваше «Я» или вы же, но из высокого состояния измерения. «Ибо ваши намерения считываются вашим «Я». Мои соседи по улице, почему они позвонили именно мне? Ведь мы виделись с одним из них только один раз, а другого я не знал вовсе». Ну, вы же высказали намерения, вы же высказали пожелания. А вы как обратились? Сейчас даже прочитаю. «А попросил я вот что». Вы же попросили и текст, какой вы высказали. «Вселенная или Бог, если ты есть, то сделай так, чтобы я на завтра утром проснулся и не помнил о вчерашней болезни, и был полностью здоров». Ну, вы же попросили у Вселенной и у Бога, у двух. Хотя одно включает другое. И кто из них включает кого? Бог, Вселенную или Вселенная Бога? Понятия очень условные и абстрактные. Хотя Богов у нас множество, хотя и Вселенных тоже бесконечное количество, как и Богов. Или такого понятия, как Боги, которые приняты здесь на Земле. Люди назначили себе Богов множество. Хотя Вселенных больше, чем Богов. Получается, Вселенная включает в себя наших местных Богов. Ну, это уже опять отдельный вопрос. Вы бы попросили в основном Вселенную, в которой есть... И вы написали Вселенная с большой буквы, а слово Бог с маленькой. То есть в вашем понимании Вселенная включает в себя и Богов. Или главного Бога. Вы попросили глобально. Вы попросили настолько, насколько могли. То есть ваше намерение срезонировало и ушло максимально. И затронуло, коснулось тех ваших «я», которые могут... До которых хватило вибрации того намерения. И, конечно, они среагировали и предоставили вам просимое. За сутки вы выздоровели. Это ваша сила. Сила ваших «я». Сила объединенного вас с вашим «я». Вот что значит единение. То есть для выполнения крутых желаний не нужна даже молитва. Тем более какая-то определенная какому-то Богу. К любому Богу. Здесь достаточно своими словами. С силой намерения. И максимально широко сказать. То есть если вы помолитесь какому-либо Богу, любой религии. Это будет что-то, но не такое глобальное, не такое резкое. Хотя бывает и по-разному. Но если вы обратились ко Вселенной, то вы обратились по... К еще большим вашим «я», которые объединяют Вселенную. Хотя бы эту Вселенную. Но здесь зависит от того, как вы не только сказали или подумали, а как вы ощутили и насколько высоко себя почувствовали. Насколько высоки ваши вибрации были на тот момент. Насколько вы приподнялись над ними. Насколько смогли. Очень хороший инструмент, который превосходит любую молитву. Хотя эти инструменты будут совершенствоваться в дальнейшем. И мы сами будем... Хотя это школа. Это школа объединения со своими же «я» для реализации желаемого. Школа молитвы подразумевает объединение с каким-то одним эгрегором, с какой-то одной религией, которая ограничена в своих действиях. Но тоже что-то могут. И как раз Вселенная вам и ответила через ваших соседей, с которыми просто была одна встреча с одним человеком, который сразу, мгновенно вспомнил о вас. И этот синхрон... И с одной точки зрения, видите, даже баня была уже заранее протоплена ещё и с травами. И нашла третьего... Они нашли третьего человека. Какой резонанс произошёл? Совпадение ли это? Или подготовленная вами же, всеми вашими «я» и вами ситуация? Здесь всё вместе. И то, и другое, и третье, и ещё большее. Это как раз ваша активация, ваша синхронизация с вашими «я». И вы интуитивно. И это... И... Все эти события как раз и срежиссированы вашими «я». И всё, что через вас произошло, это такой красивый... Тандем. Нет, не тандем. Это как собрание ваших «я», которые устроили, давая вам нужные мысли. И ваша болезнь была всего лишь изменением очередным, которое помогло, в том числе, быстро вас сбалансировать. Буквально за... за баню и за последующую ночь, в котором они вас все вместе исцелили. То есть вы сами выровнялись вместе с ними, поверив в чудо. Возможно, впервые. И так поверив, что вы... Вас проняло до глубины души. То есть вы не только поверили, а познали чудо как себя, как своё естество. В синхроне со Вселенной, со своими «я», с Богом, с богами. Вы поверили во всё в тот момент. И это помогло в вас принести и активировать столько энергии и наладить связь хотя бы на тот момент, который вас оздоровил. Вот так мы делаем чудеса. И подобные случаи бывают и с другими. Если с вами происходили такие или происходят, можете писать их под видео. И я с удовольствием такое могу зачитать. Особенно если много людей за это проголосует. Это была какая-то спланированная акция? Конечно, спланированная. Но вы могли выбрать и что-то другое. То есть не делать всего этого, а усугубить свою болезнь и даже хуже, и даже больше. Даже умереть от этой болезни. Зависит от того, насколько вы открылись Вселенной или закрылись бы от неё, заблокировались, и, соответственно, могли бы даже умереть. Здесь каждый момент мы делаем выбор в сторону здоровья, связи, объединения, соединения со своими я или с многими я, тем более со Вселенной. Либо закрытие, сопротивление и распаду. Я остался один дома, я заболел. Мне посоветовали этот фильм. Эта акция исходила от моего намерения в этой жизни, конечно, в том числе и от намерения, которым вас наделили ваше я или вы сам себя. Всё это вместе. Ведь ваше настоящее или большее или естественное я находится выше вас. И оно проиграло такую красивую игру через вас, показав, что вы, что вы, вы, как я, находитесь выше этого тела. И вы учитесь активировать его и менять буквально за сутки, даже меньше. Или мои высшие я реализовали задуманное заранее и это включает в том числе всё произошедшее. Ой, здесь может я ещё до жизни запланировал или ещё как. И до жизни был план один из вариантов и вы вышли на самый лучший на тот момент вариант. На самый взрывной, самый крутой, на который могли только, на который могло хватить вашего сознания. Даже немножко превысили свою веру, своё понимание на тот момент. Вот что значит создавать самим собой чудеса. В дальнейшем можете учиться и с другими это делать. но это школа, это уже другая школа и это вопросы уже для других видео. Итак, на вопросы истории я зачитал, на вопросы ответил. Если у вас есть подобные похожие истории или вопросы к ним или вообще вопросы, то если напишите под свежим видео, есть вероятность, что я отвечу. Итак, до следующих встреч.